Значимое событие состоялось в жизни 59 воспитанников горожанского казачьего кадетского корпуса. Казачата принесли присягу и получили погоны. Впервые в истории учебного заведения торжественное мероприятие прошло в духовном сердце Воронежской земли на территории Благовещенского кафедрального собора. Торжественный для кадетов день начался с молебна в главном храме Воронежской митрополии. Преподаватели корпуса, казачаты и их родные молились у святынь родного края, мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, святителя чудотворца Тихона Задонского и священномученика Петра, архиепископа Воронежского. После богослужения кадеты подошли к честному и животворящему кресту, а затем на соборной площади состоялось торжественное построение, которым командовал директор горожанского казачьего кадетского корпуса Алексей Геннадьевич Клушин. Преподавателем и воспитанником корпуса обратился секретарь Воронежского епархиального управления протеерей Андрей Скокалин. Это первый шаг той воинской присяги, которую дают военнослужащие. Но вы должны помнить об этом святом месте. Это не просто для вас был один из памятных дней, но этот день должен действительно вас стимулировать в хорошей учебе, в отличной учебе, для того, чтобы вы помнили, что вы живете на святой русской земле. Дай Бог, чтобы в вашей жизни первое место, конечно же, занимало веру в Бога, а все остальное приложится. Божья вам помощь. Затем почетные гости поздравили воспитанников корпуса с полноправным вступлением в ряды кадет. По окончании приветственных слов казачаты принесли присягу и получили погоны. Воспитанник горожанского казачьего кадетского корпуса, вступая в ряды российских кадетов, перед всемогущим Богом и честным Христом, перед динамением корпуса, перед людьми кагогами и своих поддавающими торжественно нагрешают. Не нарушать свои клятвы, не из корысти, дружбы или вражды, соблюдать казачьи заповеди. С честью и гордостью внести почетное звание российских кадетов. Веры и правды, служить Отечеству казачьему и вере в православный. Юные кадеты торжественно обещали хранить верность Церкви и Отечеству, чтить казачьи обычаи и традиции, прилежно учиться, добросовестно исполнять приказы командиров и начальников. Казачата воспитываются в православном духе, казачатся интересуются именно основами православной веры, интересуются патриотическим воспитанием с духовной точки зрения. Мы детям рассказываем и о подвигах наших святых угодников Божьих, Александра Невского, Дмитрия Донского и многих других святых угодников Божьих, похоронителей и военнослужащих и казачества. Торжественное обещание проходит с момента основания горожанского казачьего кадетского корпуса, самого молодого из ныне существующих в Воронежской области. Он готовится встретить свое десятилетие. Корпус является казачьим, и в казачьих традициях чтить не только Отечество, но и православную веру, веру наших отцов. Цель кадетских корпусов, я думаю, не только казачьих, в настоящее время одна – воспитать настоящих граждан России, которые бы не были ориентированы на интернет, на гаджеты, на блоги и на то, что засоряет, скорее, сознание нормального современного человека. Мы не отказываемся от современных средств массовой информации, от коммуникации, но в первую очередь ставим во главу угла достоинство и честь будущего офицера, да и, в принципе, государственного служащего, который любит родину, уважает родителей, чтит веру наших предков. Я считаю, что это большая честь – быть военнослужащим, защищать свою родину. Хотел сблизиться с Богом. Основная православная культура у нас каждую неделю проходит. Быть офицером – это честь для каждого человека. Тебя постоянно будут уважать, гордиться тобой. Ты защищаешь свою родину и представляешь Россию. После присяги кадетский хор порадовал своими звонкими голосами участников торжественной церемонии, исполнив песню. Завершил мероприятие торжественный марш воспитанников корпуса по Соборной площади. Акзеринь. Компанец. Компанец. Компанец.